Решим задачу. Основания трапеции равны 6 см и 10 см. Найти длины отрезков, на которые диагонали трапеции точками пересечения делят среднюю линию. МН – средняя линия трапеции. По свойству средней линии трапеции она параллельна основаниям и равна их полусуме. Найдем среднюю линию трапеции. МН равна BC плюс AD и разделить на 2. BC – 6, AD – 10, деленное на 2. 16 разделить на 2 равно 8 см. Итак, средняя линия трапеции 8 см. МН параллельна BC. М – середина АБ. Значит, С будет середина АЦ по теореме Фалеса. Запишем. М – середина АБ. МН параллельна BC. Значит, С – середина АЦ по теореме Фалеса. Значит, отрезок МС является средней линией треугольника АБЦ. По свойству средней линии треугольника МС будет равна 1,2 BC. BC по условию 6 см, 1,2 умножить на 6 равно 3 см. Мы нашли первый отрезок средней линии, МС равно 3 см. Аналогично, КН тоже равна 1,2 BC по свойству средней линии треугольника BCD. Аналогично, КН равно 1,2 BC, то есть 1,2 умножить на 6 равно 3 см. Осталось найти отрезок СК. Весь отрезок МН, средняя линия, равна 8 см. Чтобы найти отрезок СК, нужно из МН вычесть сумму отрезков МС и КН. МН у нас 8 см. Вычесть 3 плюс 3 будет равно 2 см. Мы нашли отрезки, на которые средняя линия делится диагоналями трапеции. Запишем ответ. МС равно КН и равно 3 см. СК равна 2 см. Задача решена.